У входа в школу оживление, несмотря на улыбки парней и девушек, волнение словно витает в воздухе. А в зале заканчиваются последние приготовления к выпускному. Родители и учителя занимают места в зале и, наконец, появляются виновники праздника. Дорогие друзья, я буду пославить коллеги, 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 коллеги! Для многих ребят этот год был нелегким, но они смогли доказать, что способны преодолевать трудности. Директор школы Татьяна Рыбкина озвучила достижения нынешних выпускников. 19 аттестатов без троек, 4 медали, 2 аттестата с одними пятерками и 40 аттестатов. Это сегодняшний наш урожай. В начале года в школе поселения совхоз имени Ленина был только один выпускной класс, но в ноябре появился еще один. Он целиком состоял из юношей и девушек, живущих в горках ленинских. Я пришла от души поздравить всех ребят с окончанием школы. Ни для кого не секрет, что в нашем поселении это был учебный год, сложный очень для всех, для родителей, для детей. И, конечно, в первую очередь хочется поблагодарить администрацию сельского поселения совхоз имени Ленина, Елену Ивановну, руководство школы, за то, что как они приняли детей, как своих. Напомним, что в октябре прошлого года по решению Министерства просвещения школу в горках ленинских закрыли. За долгие годы к ней, что называется, душой прикипели не только дети, но и родители. Конечно, на протяжении 11 лет мы действительно учились. Не просто вот так вот приходили, уходили, а действительно учились. У нас школа горки – это замечательная школа. Администрация района организовала перевод и доставку учеников в другие школы муниципалитета, в том числе и в совхоз имени Ленина. Как отмечают сами ребята, на новом месте к ним отнеслись с максимальным вниманием и окружили заботой. Поначалу, на самом деле, мы очень долго привыкали, а затем вроде бы нас приняли здесь. И мы тут стали как родные, и получается, под конец уже обучения, как будто свою родную школу заканчивали. Среди тех, кто получил золотые медали, и жительница горок ленинских – Мария Газина. Она мечтает стать переводчиком с иностранных языков. По старой школе скучает, но отмечает, что и в нынешнем учебном заведении для полноценных занятий были созданы все условия. Экзамены уже все сданы, и мы все очень рады и воодушевлены. Золотая медаль. На самом деле, очень много усилий стоило это получить. Мы все старались очень сильно. У нас в классе 4 медалиста. Мы очень долго шли и учились, усердно, конечно же, учились. Почти не было такого ощущения, что мы в новой школе, но, конечно же, скучаем по своей. Учителя подготовили для ребят сюрприз. Собрали видеоролик с их фотографиями из младших классов. Правда, для выпускников он получился немного грустным. На снимках – родная школа. И все же церемония вручения аттестатов получилась радостной и волнительной. Концертные номера подготовили учителя и родители, администрация школы и сами, теперь уже бывшие ученики. Прозвучало и обращение к выпускникам от главы муниципалитета. Желаю здоровья, благополучия и успехов. Мы гордимся и верим в вас. Глава Ленинского муниципального района Валерий Венцер. Несмотря на сложности, эти ребята сегодня сделали первый шаг в новую жизнь. И если взрослые смогли решить возникшие проблемы, отнеслись к ученикам с чуткостью, можно не сомневаться, что, видя перед собой положительный пример, и из этих выпускников получатся хорошие люди. Максим Козлов, Александр Будников, Ольга Садовская. Видное ТВ. Видное ТВ.